Небо в Челябинске действительно было чистым за три дня до приезда Дмитрия Медведева. Предприятия практически не работали. Подтверждает это руководитель благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков. Специалисты его приемной каждый день ездят по городу и выявляют места загрязнений воздуха. Сейчас Виталий находится с нами на связи. Виталий, все-таки кто загрязняет воздух? Загрязнение воздуха у нас состоит в городе из некоторых факторов. Виталий Безруков – это промышленные подприятия, это автомобильный транспорт. Что касается автомобильного транспорта, это примерно 45-47% всего загрязнения, потому что в нашем городе уже более 500 тысяч автомобильного транспорта. Что касается подприятий промышленных, то это крупные подприятия, и сейчас в большой должности это малые и средние подприятия. Таких подприятий более 700 в нашем городе, Они занимаются плавкой, переработкой металлов. Зачастую у них нет никакого очистительного оборудования. То есть они осуществляют нестанционированные выбросы. И влияют, конечно, на крупные предприятия. Например, такие, как многие жалуются на Мечил и Куркинский разрез. А по сравнению с заводами, много ли выбросов от мелких источников, например, машины и котельные? Ну, автомобильный транспорт, я уже сказал, составляет 45-47% примерно у нас. То есть, как бы, если сравнить с другими регионами, по такому же объему количества автотранспорта. Ну, естественно, существенную роль вносит, конечно, котельные ТЭЦ, которые работают еще на угле. А почему увеличилось число на МЭУ и сколько таких дней стало в году? Ну, по сравнению с теми годами, на МЭУ было меньше. Вот последний раз мы фиксировали, это более 100 дней на МЭУ стало. То есть, ну, стоит отметить на МЭУ, это не значит, что будет смог. На МЭУ это неблагоприятные технологические условия, когда нет условий для разведки, для проветривания. И все вредные примеси скапливаются и не рассеиваются. Ну, и когда уже челябинцы станут дышать чистым воздухом? Ну, я надеюсь, очень скоро, потому что это должна быть колоссальная работа проведена, как выявить все источники загрязнения. Во-первых, нужно понять, что мы меряем, как мы меряем, какие у нас есть превышения. И, конечно, это очень строгий контроль за малыми и за крупными предприятиями как раз. Виталий, а что для этого нужно сделать властям города и региона? Ну, наверное, нужно посмотреть ту норму предприятий, которая может вообще здесь у нас находиться. Все существующие предприятия на законодательном уровне заставить их, конечно, это не только областная власть, но и федеральная должна заставить современное очистительное оборудование. И то, когда будут современные очистки, тогда будет, конечно, большой прогресс, и люди просто не будут ощущать предприятия. Ну, и гражданам, конечно, если могут они где-то отказаться от самого автомобиля, конечно, отказываться. Но это желательно в режимном ООО. Спасибо. Я напомню, на связи с нами был генеральный директор благотворительного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков. Мы говорили с ним о ситуации с выбросами в Челябинске.